Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Демастер, мы продолжаем с вами играть в черную книгу. Прошлый раз мы закончили первую главу, разобрались с Абдерихой, женили, о, не женили, вернее, вытащили подмененную, короче, засейвили ее, ну и у нас начинается вторая глава проводного демона Акобода. Ну, очухалась? Ты как сюда попала? Миг назад никого в избе не было. Ну как-как, телепортировалась? Вы рассказываете деду Егору об очередной встрече с чертом. Значит, открыли вторую-то печать? Да, дед, ну мы медленно идем, медленно, неделя прошла уже. Теперь стало быть черед за водяной. Молодец, Вася, ох, молодец, глядишь, исправимся. Ну, отдохни пока, а потом снова в дорогу. Так, хорошо. Что там, черная книга? О, вы открыли новую печать. Эй, не загадай же. Новые слова можно найти, выбрав раздела открывшейся печати. Изначально вам доступно только несколько слов, остальные необходимо добыть, сражаясь щитестью или выполняя задания. Так, складный слог. Ну, вообще неплохо. Эффект слога применяется, если все слова в заговоре. Ну, это нужно, опять же, вечный урон при потере здоровья наносит врагам один, когда вы теряете здоровье. Ну, такое себе. Не тратит ячейк в слове заговора. О, это прикольно, можно взять. Ну, можем купить, ну, хотя... А с другой стороны, а зачем зачертить? Смотрите, там черт показывает два пальца, типа ствол. Лол. А весь складный слог. Эффект слова примерно... Ну, это прикольно. Вообще, можно что-нибудь подумать с этим пока что. Ну, если честно, пока мне ни одни из этих заговорений не нравятся. Надеюсь, будут другие поинтереснее. И умения, конечно же, мы с вами прокачиваем. Знаете что, дорогие друзья? Правильно. Хитрость 2. Послать черта на бессмысленную работу, потому что у нас появился черт, который реально жестко дебафает. Вот. Порча плюс 2 в начале сражения. Бессмысленная работа. Носить воду решетом. О, чел. Кажется, это тебе. Это вот. Забираем. Бессмысленная работа. Отправляем. Эти черти... Меня не сильно дамажит у них, типа, ну... Ну, да, есть, типа, проблемы с ними, но не такие страшные. 343 рубля у нас с вами. Че-то где-то Егор сказал? Как я колдунов? Мне тоже мы заметили. А, ну тут ничего нового. Может, Прошка что-то скажет новое. Вася, ты че? Ты че делаешь-то? Меня нельзя гладить. Как нельзя, Прошка? Я хочу гладить и тискать кэта. Кэта хочу гладить. Я тебе не котейка какой. Я нечисть, ясно? Да нет, ты мой котейкинс нечистый. Нельзя гладить. Давай-ка я его кочергой огрею, чтоб несобачливым стал. Какой кочергой-то? Ты че, дед, умом поехал? Дед вообще норм. А вдруг лучше суседить начнешь? Я тебя задарма кормить должен, Чоли? Вчера он, птица какая-то, залетела. Я ее сам прогонял. А ты где был? А, хоть бы ухом повел, пищичином мохнатым. Ай, ой, щас попадешь. Аккуратнее, Егорка. Егорка. Ладно, понял, понял. Буду суседить как положено. То-то же. Смотри у меня. В следующий раз Рончи бить буду. Хорошо озвучили, хорошо, мне нравится. С дедом не забалуешь. Мне-то можешь не рассказывать. Рапрошку. Вспомнил, как суседкой стал? Вроде бы вспомнил. Мы суседки-то хорошо будущее видим. Ну, а прошлое забывается за века-то. Я, кажется, из чудского племени был. Из чуди ты? Мне-то сказывали, что чудь-белоглазая – это человечки маленькие. А вы коты, оказывается. Это духи такие есть. Чудью тоже называют. Раньше тут люди жили. Племя вроде пермяков. Давным-давно. Вот я из них-то и был. Там, где церковь-то выстроили, и где я соседил, изба моя стояла. Нифига прикол. Или землянка. Жил я там, это точно помню. Землянка, наверное, чел. Скорее всего, давно у тебя там жил. Потом, наверное, и похоронили меня под порогом. Вот я и стал духом домашним. А как избы не стало, и церковь наладили, так туда переселился. Эх, много чего случалось. Я пока повспоминаю, как был суседкой в той избе. После расскажу. Окей, договорились. Говоришь, кем угодно обернуться можешь. Могу. Хоть волком, хоть человеком. Но это обычно без надобности. Люд простой нас как тени черные видит. А там уж они сами додумывают, как мы выглядим. Ну да, логично. Путь уж скоро. После поговорим. Так, что там за посетителей опять черти? А если человек пришел? Здорово. Тут дед Егор живет. Все верно. С чем пожаловал? Знатный мужик какой-то. С гостинцем. Уж примите, уважьте. Соль. Соль, окей. Я сусь Боровского. Завод соливарный там держу. Мам, у него свой завод 7 рублей все принес? Пахом Николаевич, управляющий. Дело-то серьезное. С глаз на глаз надо поговорить. Это Василиса. Теперь она у нас по знахарскому делу. Окей. Девка знаткая. Опасно, это промысел. Нет безопасного дела. Все под Богом ходим. Хорошо, сказала, хорошо. Моя школа Василиса, красава. Это верно. Господь от нашей соливарни отвернулся. А что случилось, чел? То в варнице что-то стучит, то тень какие-то у соляных ларей по ночам блазнят. Ну, это человек и невидель. Такое по всей губернии случается. Так-то оно так. Да только сначала рассол не было, а на медние люди исчезли. Несколько дней уж прошло, а полиции дела нет. Говорят вернуться. Я свои наряды уж поставил. Да я и сам у амбара в какую-то тень видел. Как метнется в сторону. Сказали мне, что вы с окаянным помочь можете. Да я к вам и пришел. Так. Ну, давайте. Расскажи, Пахом Николаевич, как люди исчезли? С неделю назад рассол, как палился, как пошел. Ну, мы и давай робить. День, ночь, все Ларе заполняли. На ночную смену оставил сначала Алексейку из Городищенского. Он сгинул. Ба или что, в кабак сбежал. Врача Земского послушать, так он, мол, анкоголик. Анкоголик? Это типа алкоголик? Потом Петр пропал. Тоже в ночную. Не пытались выследить того, кто людей похищает? Да. Отправил я на третий день пару мужиков покрепче. И сам с ними пошел. Я б сам не пошел, я б засал. Тихо было вначале. Потом в глухую полночь явилась какая-то тень. Тришка окрикнул ее. Она как давай метаться из стороны в сторону. Ты что, был прошка что ли? До сих пор мороз по коже. Я перекрестился. Да тень потом кинулась то ли в амбар, то ли в варницу, то ли в ларь соляной. Ты лучше смотреть не мог? На утро и о коней седлась. Расскажи про солеварню свою. Путь до нее не близкий. Под устью Ролкой завод. Мы все делаем. И рассол из-под земли достаем, и на барже пермянку сгружаем. Это мы так соль-то зовем. И беды случаются. Куда без них? А вот чертей не было никогда. Ты говорил, соль стала пропадать. Полгода рассол плохо собирали. Беды одна с другой. Но ничего, держались. Сейчас рассол появился. Работники пропали. Жесть, ну ладно, поможем вам в целом. Может быть, конечно, он что-то скрывает от нас. беды не оставлю. Но... Но... Но, коли поможем вам, о награде не забывай. Может, есть предмет старинный или намоленный. Это уже не беспокойтесь. Наградить не забудем. Главное, отыщите, кто виноват. С водяным не вздорил? С водяным на солеварне от него нет беды. Я человек богобоязненный. Водяного мы и шанги, и водку оставляем. Хорошо. Посмотрю я на вашу солеварню. Я по воске снарядил. До земской станции тебя доставят. Там смотритель дорогу подскажет. Езжай, как готов будешь. А я вперед отправлюсь. Ну, до встречи. Сам бог его послал, Вася. Как раз печати откроешь там. Эх, мази бы сейчас Купальской, вмиг бы долетела. Да, может, ты где-то уже не будешь про нее говорить, про эту мази, сделаешь, уже сколько сей ребят, ну, говорит, мази бы на Купальскую. Придет Купала, трав насобираю нужных. Ну, садела. Постоянно он про эту мазь что-то нам говорит, 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 и постоянно ее не делает. Вещи, порчи, вначале, получите плюс, получите плюс 3 порчи в начале сражения. Когда я получаю на себя плюс 3 порчи, с одним словом суровым, так проще же вот такие вот штуки накидывать вместо порчи, правильно? Так, до умения опять на 4 тысячи опыта, но ничего страшного, я бы дурачка на самом деле подменил бы, если честно. Так, нам там на земскую станцию вроде нужно, или на какую станцию там, ну вот, земская станция. Такие почтовые станции из всей губернии. Тут отдохнуть можно и лошадей сменить. Все, окей, Прошка, Дед Егор, а Прошку свою берем, значит. Прига, приехали реально. А, это нас чел отвез, да? Грестовой столб. О, трава, кажется, растет, вижу. Вначале не 100 верст, я как-то на 100 верст идусь, понял, 10 верст. А у тебя здесь справа трав еще нет других? Так, ну, эта трава точно есть, я ее вижу. Снимает я, снимает порча, окей. Зайти, дальше пробежись, и вдруг еще трава есть. О, трава. Заморочить два на противника, хорошо. Сороки. Над телеграфным столбом вьется беспокойная стая сорок. В лунном свете то и дело мелькают белые воротнички этих птиц. Ну-ка, если мы бьем сорок, вы читаете черный заговор. Одна из сорок замертво падает к вашим ногам. Нифига, артефакт получили. Другие птицы со стрекотом разлетаются во все стороны. Теперь хиляться можем, но у нас вроде хил получше есть. Так, что, у нас тут еще травы наверное какие-то есть, да? Телега. О, так я пострелял за Федьку. отдам его. Плакун, трава, снимают один вредный статус. Круто. Я за Федьку пострелял. Да что там с лошади происходит такое? А, вот лошади. А, по-моему, здесь травы нет еще кто-нибудь? Лошадь, можно успокоиться? Из конюшни доносится обеспокоенное ржание станционной лошади. Подойдя ближе, вы видите черную тень, снующую вокруг животного. Вот векшица пришла. Че тут шабуши у вас колдунов или чоли? Ты по что скотину мучаешь? Суседка должен беречь лошадь, а не мучить ее. Видишь меня? Ну и что с того? Скотина это неверного цвета. Не хозяйского. цвет скотина напасть, прогнать без ссоркой. Так, вы эти вернутся. Вы оставляете домового? Мы еще к нему вернемся. Я должен знать, какая... Там вроде под цвет бороды, да, вроде должна быть скотина или что-то такое, да? Кто-то мне потом говорил, о, самсонный смотритель. А к чему? Скрутил папиросу, потом говорю ему, ну, поматерно. Ну, серые усы у самсона, я думаю, местные, ну, что этого нет, бороды никакой. Так он заграил и исчез. В этом году было в охотничье время. Тоже про дочь твою спрашивал? Александр, самсон. Да тьфу на вас, ваше благородие. Вот любой знаткой проезжий подшутит. Бог в помощь. Помогай, Господь. Дворянин бросает на вас взгляд, краснеет и сдержанно кивает. Нет лошадей на станции. Ну, как же, а сивка твоя? На той суседка уж седьмую ночь катает. В руки не дается. Так что свежих почтовых ждать надо. Утром прибудут. И слушать небылица Самсона? Меня Александр зовут. Мой собеседник это никто иной, как станционный смотритель. Меня Василисой зовут. Я в Усть-Боровской завод иду. В такой час без повозки далеко не уйдешь. Пока ждем, можем партейку в картишке раскунуть. Ты-то тут откуда? Из Вильгарта. По делу пригласили. Лошадей вот до этой станции только снарядили. Наверное, местные боятся в сторону завода ехать. Телеграф Телеграф оборвался. Телеграф еще оборвался, капец. Бардак. Так пойдет. Вообще без царя жить будем. Так, сыграть с ними в карты можно? На деньги? Опа, это я люблю. Так, серый цвет видусов у чувака был у смотрителя станции, значит, скорее всего, нужно, если будет спрашивать меня про цвет бороды, помощь Прошке может попроситься. Может быть, договориться, напасть на него. Ну-ка, дадим помощь Прошке. Я тебе, как суседка совет подам. О, девки, ты видишь книжку? Ну, как не видеть-то? Так вот, ты, коль по цветам специалет имеешь, на обложку ты глянь. Там все заговоры про то, как суседок изводить. Я уж знаю. Ой, батюшки, батюшки. Домовой шипит, как разъяренная кошка. Нечистый дух спрыгивает с лошади и исчезает в темном заколупит. А я думал, мы сможем, типа, ему, это сказать, типа, йоу, чел, борода-то серая, лошадь, тоже пусть будет серая. Ну, ладно, нормально, избавились от него. У меня, правда, не борода серая, а усы. Не знаю, зачем я вообще это узнавал. Но я думал, это важная просто, ну, важная фигня. Ладно, давайте я с ними картишки порублю, у меня сколько денег-то? 350. Нужно до косаря хотя бы добить, мне кажется. Давайте опробуем. Первую партийку с вами сыграем. Василиса, ну как, успокоила лошадь? Сыграть карту. На болто смотреть играем. Александр, Самсон, сейчас я их быстренько разберу, а потом еще 20 каток разберу уже без вас. 6, теперь я выхожу, у меня просто мусор какой-то на руках, но хорошо, что хоть шестерка выхлопала. Пардеечку у дурачка решил зарубиться. Подкидывай, Самсон, что сидишь? Берет. Капец, это не карта, а мусор, реально. Если шестерку кину, он мне подкинет. Берем восьмерку. Так, шестерка, десятка. А остальные, что, не хочешь подкинуть шестерки? Ты что, офигел? Берет. У него козырей вообще нет? Ладно, пусть со своими шестерками сидит там. Я просто хочу мусор покинуть, чтобы у меня козыри пришли. А это, конечно, не мусор, но подкинуть можно. Берет тоже. Я чувствую, козыри все как раз таки в колоде. Да что ж такое-то? Прям дерьма насыпает. Такие две дамы, у кого козыри все? Давай, кройся, кройся, козыри отсрэд. Давай, давай. А, козырей-то много, бита. Ну, давай, бита. Самсон ходит, шесть, семь. Семь, дама. Семь козырная. Козырей-то у меня нет. Капец, сейчас еще и в дураках останутся, чуваки. Мне кажется, одного из них я точно заточен золонью. Бита, они как будто вдвоем играют, они в тиме играют, что ли, здесь что? Десять, десять. Опять две козырки кидают, но мне козырка просто закидут, у меня козырок вообще нет. Это прикол, они реально в тиме играют, слышь? Король. Девять, кройся давай. Король козырный, капец. Туз козырный беру. Они реально в тиме играют, как будто бы. Король, а, валет, валет, да, они в тиме играют, вообще жесть. Не ожидал, что я в такой, я не думал, что в такой игре типа так будет все продумано. У чувака пять карт, ну давайте семерок, ну блин, если семерки все четыре выставлю, он стоп-два добьется, а надо ему сначала что-то другое, наверное, давать. Давайте, может, шестерку ему дадим? Ну блин, давайте попробуем четыре семерки, если он от них отобьется, значит нам в жопу ему проиграли, правильно? Давайте, может, козырный пойти? Да блин, опасно, опасно, опасно. Ну давай шестерку для начала кинем. Туз, бита. Туз, семерка. Так, у него три карты, если там три семерки, он либо и покроет, либо возьмет, да? Ну рискуем, что? Капец, ну я ему подмастил, короче. Ладно, поражение, минус пол толстый, чуваки, я сейчас отыграюсь. Сейчас я отыграюсь, я, короче, пару раз еще обыграл, теперь у меня, видите, 400 рувасов, да, то есть я проиграл 52 раза, выиграл 400 есть, и все, они больше не хотят со мной играть. Телеграф. Тебе сяки телеграф, что ли, разорвали? Ну так, а кто? Тебя послушать окажется, что бесы во всех бедах виноваты. Зима, например, тоже бесовская? Ну так, а как? Про шуликинов слыхались? Про них я знаю, а еще знаю, что не они зиму нагоняют. Это все движение тел небесных, Не фига чел-то образованный, походим. Ишь ты! Да что с телеграфом-то сталось? Овец его знает. Старост приходил, лошадей-то и взял, на починку говорит, ну и конюха задней. Самсон говорит, нечисть виновата и прочие суеверия. Пожили б с моего леса, еще бы не то видывались. Так, завод. Что про завод-то слышали? Сначала добрый завод был, а потом как черт поехал. Народ стал пропадать. А то мы узнаем, там постоянно какая-то бесота творится. И до недавних пропаж? Тоже слышал от крестьян, говорят, дурное место. Все так-с. Так че, на мельницах постоянно блазнит, а завод чем хуже? Воду просто не надо лезть, если плавать не умеешь. Мне он не рассказывал про другие случаи. Так че, несчастья-то достаточно. По ком-то потер по шее, ползу. С раствором у них начались сложности опять же. Сейчас, говорят, снова пропали соливары. Бог наказывает. Или черт. Александр? А ты, Александр, куда путь держишь? Я в деревню Лого выйду. По профессии я врач. Учился в Петербурге. Земской доктор не справляется. Сложный случай. Мы в переписке с ним. Я тоже кое-что в врачевании народном разумею. Что там стряслось? Знахарка? Дело это хорошее, но не такое действенное, как научный подход. На, научный подход. Ты демона видел, бро? Ну, слушай. Крестьянку охватило истощение. Ночами не спит, галлюцинирует. А в народе что говорят? Да как обычно. Порча, колдуны. Я с таким знаю, как быть. Может и по... Да разве там порча? Есть ли она вообще? В деревне Логово больная. Приходи. Я тебя ждать буду. Случайно скипнул один диалог. То есть, я там буду. В деревне. Я тебя ждать там был. А, понравилась ему Василиса, этому Александру Сарян, Санечек. У нее уже есть парень. Жаль, конечно, что это суисадник. Так, ладно. В путь отправиться к лошади. Я пойду гляну, что со скотиной твоей. Может и успокоить удастся. Ну давай. Вон их неблагородие тоже в путь. Я же разобрался со скотиной, не? Да вроде разобрался, смотри. А, Василиса. Ну как? Успокоила лошадь? Вернуться. В путь. Погоди, а что? Как я успокоил лошадь, если... Ну, все. Ну, типа, да, я успокоил лошадь. А что за фигня-то? Почему? Мы сложились в порядке, я бы прогнал этого беса. Может, надо было сначала с этим чуваком поговорить, потом в бесу идти? А, Василиса? Ну как? Успокоила лошадь? Мне успокоить скотинушку удалось. С уседкой договорилась. И еще? Ну, доставлю вас до места. А, нет, все. Благодарю за то, что не пришлось слушать еще больше замечательных историй. Ну все, окей, да? Так, все, едем, едем, едем. Вот, вот здесь нас будет ждать Александр. Ну, поехали к Александру. Дорога на усть Боровская. Отсюда уже до завода недалеко. Погнали. Мы сначала, конечно, направо пойдем. Там нужно помочь Александру. Это, я понимаю, в влечении. Смотритель указывает на усть Уролку, и повозка отправляется с Александром в деревню Логова. Ваше размышление о дальнейшем пути прерывает тень, возникшая на дороге. Так, ну что, напасть на тень можно, но практически ничего не скажем. Можно очередить круг просто. Ну, давайте чертим круг. Вы быстро очерчиваете круг. Тень приближается. Вы держите на готове черную книгу. Вскоре перед вами предстает крестьянин с увесистой дубиной. А, гу. Кто там идет? Представится. Я из Вильгарта. На соливарню иду. Ну-ка, крест на себя положи. Перекреститься. Вы осеняете себя крестным знамением. Ух, я вот думал, нечистого повстречал. Черт-то не богоособился бы. Меня с села Усть-Боровского отправили на стражу ночную. На заводе черти народ тревожат. Ты что, туда? Да вот я знатливая из Чердани. Помочь хочу. Черт-то знай-ка. Пойду-ка я. Пропажа людей. Что слышал про людей, исчезнувших? Как ворона унесла. Пропали. Думали, по кабакам пошли, а нет. Кто в ночную смену был, те исчезли. Слышал, туман в те ночи был страшенный. Как река из берегов вышла. Что про пропажи соли слышал? Давно видать она пропадает. Не иначе воры какие-то уводят. Да, есть даже поговорка у нас с Перми. Знаете, какая? Пермяк соленые уши. Вот так вот. Так, ладно, с ними разобрались. У нас какой-то наполнительный квест. Черный берег. Это место не случайно назвали черным. Нужно быть на чеку. Давайте сходим к черному этому берегу. Из темноты доносятся тихие всплески речки Черной. Вы слышите несколько голосов у воды. По вашей спине пробегает мороз. Это явно голоса нежить. Молитву прочитаем. Услышав ваш голос и святые слова, нечисть исчезает. До вас доносятся только всплеск воды. Блин, лучше бы я с ними подрался, конечно. Надо, короче, просто на них нападать. На камне у реки вы обнаруживаете мокрый гребень. Давайте заберем. Вы оставляете реку позади и возвращаетесь на дорогу Гусь Боровской. У нас атакующий билд. Нам не нужно дебютерский хп. Он мрачный. Что-то неладно это чувствуется среди ветвей. Нифига outside квесты просто разошлись. Мороз пробегает по вашей коже. Признак присутствия нечистой силы. Вы оглядываетесь вокруг. Компанию вам составляет только гудящая тишина. Внезапно из мрака делает шаг... Какова твоя мудрость? Купить заговор. Есть что новое интересное? Вечный. Так, вечный. Увеличивая защита крада. Крада словучерки снижает до конца битвы. Сглаз крепкая всем противникам. Ну, это, кстати, неплохо сглаз. Зачем мне краду удвоить? Наносит вам три. Бесполезно. Кидает какие-то крутые... Это, видимо, скиллы из Васиновой, как раз таки, печали. Но они какие-то отстойные. Мой билд мне больше нравится. Так, Кокаринская роща. Дорога в деревне Логова пролетает через эту рощу. Погнали в эту рощу, в Кокаринскую. Островерхи и ели нависают над дорогой, словно легионы чертей на старых иконах в Свято-Троицкой церкви. Вы вздрагиваете. Лесную темноту разрезает огненный вихрь, летящий над деревьями. Давайте у Прошки спросим, что делать. Прошка советует проследить за нечистым. Уж не он ли виноват в несчастье Хлобова? Давайте проследим. Вы устремляетесь в погоню за огненным вихрем. Кажется, вы потеряли его из виду, но внезапно он вновь показывается над деревьями. Преследование приводит вас в деревню Логова. Пламенный морок вьется у трубы одного из домов, а затем растворяется. Окей, покинуть местность. Деревня Логова. В эту деревню направляется Александр, чтобы вытащить кистьянку. Окей. Так Прошка бесполезничает. И ладно, надо было нападать. Вы стучите в избу, рядом с которой растворился огненный морок. А кто здесь уже круг на чертилы свечи поставил? Двери вам отворяет Александр. Внутри избы доктор уже приготовил лекарство. Среди склянок вы замечаете несколько старых свечей. Странно, Александр, а что это ты здесь круги черпишь? Не ожидал, что ты воспользуешься приглашением. Но заходи. А вот и больная. На лавке под иконами лежит истощавшая женщина. Ее глаза смотрят, но не видят. Она шепчет отрывистые фразы. Жесть. Он придет. Вернется. Вернется. О ком ты? Кого ждешь? Ваня. Он вернулся, я знаю. Кажется, мне женщина бредит после бессонных ночей. Этот Ваня. Его считают погибшим? Он жив. Жив. Я видела его. Все с ним хорошо. Да только спины на нем нету. Ее муж погиб на войне. Весть, говорят, не так давно пришла. Я видела нечистого возле деревни. Это тебе после рассказов Самсона примерещилось? Нет. Думаю, здесь замешана нечистая сила. Да уж, конечно. Не веришь? Я точно знаю. Виноват окаянный. Девушке является окаянной в облике усопшего мужа. Это лишает ее сил и грозит скорой смертью. Какая нечисть виновата в болезни? Он точно не леший, потому что леший, он в лесу живет, он таким не занимается. Веряется окаянной в облике усопшего мужа. Лишает ее сил и грозит скорой смертью. Какая нечисть виновата. Домовой, он вроде не убивает тебя, он просто на того подшучивает. Короче, ни домовой, ни леший, это либо колдун, либо огненный змей. Может, у меня что есть в этих знаниях? Банники, как в бане подменяют, гребень русалки, это все не то, да? Может, здесь что? Охренеть, не читал заговоры. Векшицы из бога космос. Так, прохождение, происхождение длини, срединая торговля. Так, соливарни, голубец под пол. Что? А, голубец, деревянный, здесь? А, находится печет против красного угла. А, погоди. Так, месяц и лов. А, гендаря, гендаря, гендаря. Ну, понятно, короче, ничего интересного. Ну, походу, один из двух. Ну, давайте подсказку возьмем, сообщу вам уже. Змей, огненный змей. Похоже, черт виноват. Змей огненный. Все сходится. Покойник, знамение, спины на нем нет. Пади, он и сейчас рядом. Близко? Да, он здесь. Скоро придет, мой Ванюша. А болезнь? Давно она заболела? Про нее мне впервые написал земской доктор, уж как несколько месяцев. Давненько. Ее словами теперь не вылечишь. Подкоролим беса, огненный змей. Есть такой вид чертей. Они вид усопшего принимают и ходят к живым. И как мужья тоже. Александр, я за ней. Ну, короче, он ученый. Ну, давайте подкараулим беса. Нужно нам черта, что ее морочит, подкараулить. На печь, ежели залезем, он нас не заметит. Сам его увидишь со мной. Безумство какое-то. Если этого не сделать, баба на тот свет отправится вслед за Иваном. И порошки не помогут. Да и говорят, ученый люд все проверят. Александр неохотно соглашается и забирается на печь. Ждать приходится недолго. Вскоре из устья печи вырывается сноб Искар, и из него появляется бледный бес с коровьими ногами. На мгновение вам кажется, что Александр шепчет защитные заговоры, но времени разбираться нет. Нужно решать, что делать дальше. Давайте поговорим. Не сложно было, не сложно было, мужик. Я до тебя и на печи доберусь. Бес обращается в огненный сноб. Вы же спрыгиваете с печи и очищаете... Так, круг наш был, значит, у порошка с нами, смотрите, что делает. Следующая атака наносит один, уменьшается при получении вечной и подавленной статус. Так, сколько у него? 110 хп. Сколько у него урон? 6-4. Можем просто его загнобить сразу же, да и все. Так, статус не урон, да и сочиняем ходов. Получите 5 богословений при каждой... Благословение... 5 богословений при каждой потере здоровья. Что это за ярость такая? Снимаем... А! Ну да, можем... Так, снимем положительный статус. Накинем еще вот так вот. Ну все, так, прожка нас пока не бафает, поехали. А, ну нифига он урону с растакал. Ну что-то мы сильно ему урона-то дали. Подавлен. Следующая атака наносит на один урон, понял? А у него 43 урона, да? На, ситуация сложная. Можно с себя снять дебаф, снимает один вредный статус. Сняли с себя вредный статус, накидываем на себя баф. И мне такой вот вопрос. Мы его задамажим или нет? 43 урона все-таки. 43 урона пережить будет очень сложно. Но они невозможные. Мы, в принципе, можем вот так сделать. Так сделать. Так сделать. Какой там урон будет? 51. Почти убиваем. Понимаете? Немного не хватает, чтобы убить. Поэтому отмена. Нужно все-таки на себя бафы навешивать. Я так понимаю. Бафы, бафы, еще раз бафы. 20 хп сдержим. 23 урона он всего нанесет. Но это финальный босс, поэтому можно не... А, это не финальный, еще и босс локации. Лов. Ладно, окей. Потом его, видимо, этим будем фигачить, да? На следующий ход уже точно задавим его. Ну, 23 урона пройдет, да. 16 хп. Дальше что, он ходить будет? Нарежу я защиту. А, ну все, я мужопа. Складная, складная, складная. Без шансов. Ровно 51 урона, кстати, лол, прикиньте. На всякий случай все-таки траву сожру. Поехали. Ну, он говорит, вроде ровно 51 урона, лол. Без шансов. Нанеси 2 урона, ну вот это вот крутой скилл. Ну и остановить способный союзника тоже крутой скилл. Давайте остановить способный союзника возьмем. Плюс скилл. 49 опыта... О, 49 рублей и 100 тысяч опыта. Черт вспыхивает ослепительным пламенем и скрывается в печи. Он не вернется в эту избу, но при следующей встрече вы решаете подготовиться основательней. Вы переводите взгляд на больную. Кажется, ее бледность спала и уже сейчас к ней возвращаются силы. Класс. Александр сдержанно благодарит вас и собирается в обратный путь. Мужчина избегает вашего взгляда. Кажется, встреча с нечистью его ошеломила. Он неохотно признается, что шептал молитвы на печи. Ха, ну ладно. Хорошо, с этим разобрались. ХП, конечно, у нас потратилось немного, но ничего страшного. До левела осталось 2300 опыта. Хорошо, погнали. Тыщу опыта, что здесь будут. Телеграф на линии. Телеграф отправит бошник с Сапсоном вместе со старостой. Окей. Провода телеграфа тянутся по столбам, как нити из полинского веретена. Деревянные сооружения выглядят инородно, и кажется, что хмурые сосны смотрят на них сукаризм. У дороги вы замечаете оживленно спорящую пару. Ох, батюшка, а как это мне туда идти-то? Как ты боязная мне? Ей-богу. Слышал, что на станции-то баяли? Я тебе сейчас устрою боязно. Доброй ночи. Да воскреснь, Бог, и расточься в разе его. Ах ты ж, гнида у тебя заваренная. Кто там идет? Василисой меня зовут. На завод у Стюрольской иду. Ну, ты чё по ночам виляшь? У нас тут и без тебя дел по горло. Я доберусь до этого Самсона. Навел рысь на всю округу. Да я тебе говорю, своими глазами видел. Под столбами следы босые, а потом в копейте становятся. Я туда не пойду, самышкин дыбай. Эдак ты со старостой говоришь. Так, следы. Чё там за следы-то были? Может, скотина какая ходила? Скотина босой не ходит. Как начальство сказало про телеграф, Янтед, и я пошел. А там вон оно чё. Засал, короче. Я им изнул оттуда. Ну, засал, да. Телеграф. Завтра тогда сходите. Днём вот не так блазнить будет. Да не могу. С меня главарь шкурсы имит. Приказано сегодня же выяснить, в чём проблема, и подчинить. Ладно, давайте поможем вам. Я бесов не боюсь. Могу сходить проверить, чё там. Ну, давай, работничек мой, не пойдёт как будто. Я тебе его падённую плату-то и отдам. А ничего, я лучше подожду. И без платы. Хорошо. Как бесов одолею, вернусь к вам. Так, новое здание. Разорванный телеграф. Кто мог разорвать телеграф? Не погода, а может быть, сила нечистая. Сила нечистая. Ну да, может быть, может быть. Ну, думаю, раз меня туда отправляют, раз меня туда в здание, скорее всего, нечистые. Там опять поработали. Так, это чё у нас? Колея. Колея старая, сухая всё. Давно дождя-то не было. Окей, трава. Заберём траву. Ещё трава. Не зря я сюда сходил, так сказать. Травки подобрался. Трава ещё, нифига. Вообще неплохой сайт-квест, чуваки. Попозже. Попозже бы таких сайт-квестов с травой. Так. Разорванный телеграф. А чё он боялся-то? Всё, тут мужик говорил, бесы ноги в копыта превращаются. Прикол. Так, чё вот есть? Так, ну пойдём дальше в деревню. Тут больше нечего ловить. Дорога ведёт в деревню. Вдалеке, кажется, мерцает. Так, село Нижнее Мощёво. Телеграфы не заканчиваются в этом поселении. Погнали, узнаем, что у них там. Несмотря на поздний час, крестьяне не спят. На улице собрались почти все обитатели этой небольшой деревни. Здравствуй. Откуда путь держишь? Здравствуйте, люди добрые. Меня главной по телеграфу послал. Поглядеть. Ну, нечисть порвала, видала? Давид. А, поглядела, вот и иди. Опасно тут. Окаянный блажнит. И не только. Я видала разорванный провод-то. Но нечистого там не встречала. Следы. Странные следы у столба были. О, плюс все толпы-то нифига. Ну, так чё? Нечистый. Интересно, что они в сухую погоду так отпечатались. Так это то, бесяк. У него где хошь отпечатается. Ещё я хотела спросить. Нечего тут спрашивать. Говорю, своей дорогой иди. Христиане провожают вас угрюмыми взорами. Понимая, что от этих людей ничего не добьёшься, вы возвращаетесь на дорогу. Сами-нибудь реально и порвали. Заметив ваше приближение, староста направляется вам навстречу. Ну, выяснило, в чём дело. Похоже, нечистый шутит. В деревне тоже все перепуганы. Во, чё я говорил-то. Это скверно. Чё делать? Батюшку позовём, он телеграф отчитает. Да, поглядим. А тебе спасибо. Вот тебе... 3 рубля, ну ладно, травы. Ну, до свидания. Траву получил, как бы, окей. Траву готов работать в целом. Так, это я сейчас... А я всё ещё здесь, в деревне нахожусь, да? Село Усть-Боровское. Поехали. Деревня застыла в предрассветном оцепенении. Укутанная тихая мелодия восстанавливает ваши силы. О, класс. Вы минуете умиротворённое поселение, и выходите на росты. Бесы. Ну, давайте, бесы, давайте. Нифига, через 3 хода даст нам 19 урона, да? Ну, ребят, как бы, хочу вам рассказать прикол один, короче. Заключается он в том, что мы сделаем так. Сделаем вот так. 4, 6, 6. Я думаю, мы так ещё сделаем. Ну, чтобы этого уж добить. 4, 6, 4, 6. Я точно умирает. А, погоди, так я тоже точно умирает. Ну, давай, я не вот так вот ещё. Я думаю, тут без шансов для пацанов. Я говорю, я слишком крутой набор, кажется, сделал книг. Ну, я просто в файт билл, файт билл себе собрал жёсткий. Сглаз. Я думаю, можно сглаз взять. Складная, сглаз. Берём. Ну, здесь есть путь опыта, как с кустам. Усть-Боровский завод. Стадиварный завод на берегу Камы. В последнее время тут нечистая сила плоснит. Вся круга знает. Пойдём. Всю локу зачистили, причём неплохо так. Вы добираетесь до заводской конторы. Вас уже ожидают. И вскоре вы вновь встречаете управ... А, Василиса, на месте. Вот и славно. Вот и славно. Да уж. Бог помог, что на месте. Мог бы лошадей до завода снарядить. Да чё там идти-то? А ты чё, не знаешь, чё делается? В одной деревне я огненного змея одолела. В другой деревне не поймёт, чё творится. Провода нечисть режет. Скверно всё это. Знал бы, так больше извозчику наводку дал. Так надо было так и сделать. Они тоже затемно боятся. Ну хотя ладно, мы по целому срубили опыта, так что я не против. Но бог с ними. Главное ты тут на заводе разберись, что делается. Лишь бы соль варилась. Так, полгода назад. Слышала я, что и до пропаж что-то странное случалось. Мало ли чё ты слышала. Что сталось тогда? Можешь рассказать? Что было, то прошло. Ничего такого, не блазнил никто. Рассол ушёл, вот и говорят всякое. Давно это было. С пропажами заводчан не связано. Да и рассол вон появился. Окей, происшествие. Что-то произошло, пока тебя не было? Нет, всё в порядке, слава богу. Как-то не по себе мне на заводе. Точно нечисть тут какая-то. За работу. Ладно, пора за дело. Найду я беса заводского. Ну, спасибо тебе, Василис. Комнату мы тебе изладили. Отдохни из дороги. Ну и за работу. Вон, проводят тебя. Окей, отлично. Что, вон, с тебя своя комната на заводе есть? Так. Самовар. Эх, сейчас бы чайку из самоварчика. Я, блин, бы запряг, наверное, сейчас бы. О, это тот самый сундук с кровью, смотрите. Чаечку мне сделает. Лина сейчас спит. Мужча я ночью записываю. Сейчас уже 5 утра, чуваки. Представляете, всю ночь играю в эту игру. Примерно, вообще, очень затянуло. Классная игра, просто реально. Кайф. Кайфую, кайфую. Кайфую. Сегодня я с этой игрой кайфую. Ну, не знаю, нужно ли мне пока с глаз дебафать просто на урон. Я пока всех убиваю. Зачем мне дебафать? Негативный статус. Набу. Овону. Вообще, на самом деле, Набу поубирать, его больше бы еще бы этих выдавляют. Ну, а Наба. Овона. Переполох. Скручить. Егор. А, нужно потому что чертей отправить, да, наверное, на работу. Взять награду, взять награду. Так, сюда отправляем. Бессмысленная работа отправляем. Бессмысленная работа отправляем. Так. Послушай, Прошка, ты видишь нечистого на заводе своим бесовским взором? Да нечисти везде полно. И на заводе повстречаем. Но это же не значит, что мы во всех бедах виноваты. Ну, часто как раз таки вы. Это все ваши россказни друг другу. Вон, погляди на меня. Да. Ага, девку чуть не дает. А когда нам звали Акулина? Ага. А кроме тебя-то, я еще не знала, сколько чертей встречала. Так что-то мало пушистых. Ты их просто плохо узнала. Ну-ну. Так, посетители давай. А ну, просыпайся. Рассвет уже. Механик. Тебя Пахом зовет в контору. Че-то, соленоска новая. Ладно, некогда мне. Дверь не забудь затворить. Соленоски новую комнату выделяет такую? Куда мне нужна контора? Усть сюда идет. Там про ручку берем с собой. Ну, где-то Егора нельзя взять. В этом здании управляющий работает заводом заведует. Окей, погнали. 461 рубль уже, чуваки. 461 рубль. Приду я на ярмарку, поверьте мне, я, наверное, до 63 просто буду играть. Несколько встретившихся вам рабочих кажутся испуганными даже в эти рассветные часы. Вы пытаетесь завести разговор, но при одном упоминании о пропажах они крестятся и поспешно удаляются. В завод управления вы встречаетесь с Пахомом. А, Василиса. Ну, я тебе завод помогу осмотреть. Большой он. Да и богатство-то довольно. Соль все-таки. Но со мной везде пустят. Сначала до насоса сходим. Там Алексейка работал. А потом в барницу. Там Петр пропал. Можем и до амбар дойти. Там нечисто видели в ту ночь. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Сначала раз узнаем все. Насос. Что там с Алексейкой на насосе приключилось? Пропал он первым. Как раз работал в ту ночь, когда рассол пошел. С тех пор про него не слышно. Может, тебе что нового расскажут на насосе? Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Варница? Петр, расскажи, что в варнице работает. Он остатки соли унимал с Цирина в ту ночь. Огромные особые настилы, поладёвые. Прикол. Рассола не было. Вот мы позже и варить стали. В варнице подробнее расскажут. Готовы идти? А ты что, вообще самовичей нифига не знаешь? Что там у амбара-то, ведь? Мы пытались выследить супостата. Ночью тень углядели, хоть и в тумане всё было. Но её Тришка окрикнул, тень-то так. Она как начала метаться. Что твоя рыба? Так человек не мечется. Вот у амбара это было. Где на баржу соль грузим. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Ну всё, ясно. Пора. Пора в путь. Давайте сначала что-то. На насосную башню пойдём? Эта башня защищает насос от непогоды. Тут в земле скважины, с которой рассол то и добывают. Ну давай, пойдём. Перед вами вырастает высокий силуэт рассола подъёмной башни. Кажется, она нависла над заводом, как сторожевая вышка. Изнутри доносятся размеренное шипение парового насоса. Подойди ближе. Эй, Иван, поди сюда. Это мастер у нас трубный. По бурению знаток. А, Пахом. Ты кого привёл-то? Эта девка знатка, из Чердани. Алексейку поможет найти. А я и гляжу, космачом идёт. Тьфу! Векша пустоволоска. С непокрытой головой. Со всем умом поехал. Колдунов на завод водить. Ну не забывай, с кем говоришь-то. Вещи Алексейке покажи. А мы чё, буриль тут годами спину гнули, чтоб ты колдовок водил, ага? Чё ты её слушаешь? Она, небось, не знает ничего. Слышишь, красавица, ты хоть знаешь, чё на этой башне-то делают? Как используется эта деревянная башня? Солоподъёмная башня? Думаю, подъём соли. Башня насос защищает, которым бы рассол из скважины тянете. Хм, может, и не такая дурная затея у тебя, Пахом. Умная девка. Сейчас принесу вещи Алексейке. Рабочий выносит... Так бы сразу. ...которым вы находите клочок бумаги с неуклюжим стихотворением. Черноволосая краса, как смоль в лоса. Вот ты ведь плетёт! Про кого он мог такое написать? Может, какую девку из соленосов полюбил? Ха! Это вряд ли. Там бы про солёные уши тогда было. Да, ну да. Не знаю, про кого это, мне он не сказывал. Ну, работать мне пора. Чё ещё хотели? Алексейка. Что про пропавшего парня рассказать можешь? А чё тут рассказывать? Ладный парень. И на чап влезет и смекалист. Механизм понимает. Выпить любит стервец. Сейчас, небось, с Петром в кабаке каком пируют. Эх, попадись он мне под руку. Ну, чё, походу, просто не верится к какой-нибудь чистой силы? Говорят, не чистый утаскивает заводских. Видел, что странное? Ага, шепотуньи ходят тут по заводу, вот чё странно. А ну, говори, чё спрошено. Да не видел я ничего. Сами узнаете, что нет тут никаких бесов. Что делал Алексейка в башне в ночь, когда исчез? Я его оставил за насосом следить, раз рассол пошёл. Особо ничего делать не надо. Знай, приглядывай. Он, небось, заскучал да в пятийный дом подался. Всё ясно. Спасибо за помощь. И что, думаешь, стало с Алексейкой? Пока не ясно. Черти были бы, так на месте бы задавили. Может, девка из стиха что-то знает? Где там Пётр-то исчез? В Варнице? Да, она вон там, за соляным ларём. Сначала до него сходим. Ну окей, погнали к соляному ларю. В соляного ореха я отросл, предварка. Эта изба закрыта наглухо. Чем не живёт на нечистой силы? Пойдём, посмотрим. Реально. По дороге к Варнице Соливара окликает один из рабочих и начинает расспрашивать о пропаже. Пока Пахом занят разговором, вы решаете оглядеться. Я уже две травы вижу. Вот раз, вот два. Тут широкий след будет тащили какой-то чё-то. Так, трава. Петров крест. И вот здесь трава ещё одна. Ещё один Петров крест. Лакун, трава. О, вредный статус снимает. Это полезная трава. Здесь чё? Соляной ларь. Эка изба странная. Есть чё ещё интересного? Есть тут чё? На просоленном бревне огромные следы когтей. Ага. Огромные следы когтей, это не к добру. Всё, это всё, что здесь было? Столько видно соли подсоединить, что мешки где-нибудь будут лежать. Окей. А, ну погнали разговаривать. Ну, хорош уже. Пора нам. А ты за работу принимайся. Погоди. Не зря мы у ларя остановились. Я на нём следы когтей заметила. Такие только у силы нечистой. Где они? Ох, Господи Иисусе! Иисусе, помилуй. Нужно мне взглянуть, что там внутри. Ну чё стоишь? Открывай! Ох, Пахом, не гневайся. Ключ потеряли от двери. Ну, брёвна разбери. Так сильно просолились чё-то. Нам нужно открыть сегодня, пока ещё кого нечисть не задавила. Делай, что велено. А мы пока до Варницы. Так, Варница, пойдём. В Варнице, кипятый стол, воду выговаривают, ну понятно. Походу, что-то не так вот с этой, с солиным ларём этим. В Варнице царит палящий полумрак. Вы вспоминаете ваш визит в Междумирье во время посвящения ведьмы. А зноб пробирает вас от одного взгляда на раскалённый цирен. Огромная сковорода, которая раскол, рассол, кипятецы. А, это типа то, что у нас будут скоротки жарить. Бросай мешок. Спросим тебя про Петра. Здравствуйте, батюшка. Ты с Петром работал? Что про него расскажешь? Так я... А чё рассказать, не знаю. Робил хорошо. Все стараемся. Вот как-то так. Работа. Чем тут Пётр занимался? Да как все. Пермянку варил. Эх, силач. Ладно, на палате подавал. Так это... Он вообще Баско соль-то подавал. Тут умения надо. Не пьющий, ничего. Не пьющий, смотри, гонконечис. Слышал про окаянного? Может, видел кого? Так слышал, господи помилуй. Но миновало. Ничего такого не видел. Пётр всё говорил, что мы тут сами, как черти в пекле. Я тебе покажу чертей. Болтай, да не забывайся. Ой, прости, батюшка. Не подумал, что сказал. Хм-хм-хм. Видел что-то необычное? Так ничего такого. Трудимся вовсю, матушка. Слышал только... Пётр-то накануне говорил, что жениться собирается. Вот чё. Это ещё что за новость? На ком? Так вот странно, ага. До сих пор не слышал, что сватался он. А тут про красавицу какую-то заговорил. Черноволоса. Белокожа. Вот про такую рассказывал. Я думаю, может, к ней и сбежал. Ага, знаете чё, у нас квест, значит, с водяным, да? Красавец чернокожая, ой, черноволосая белокожая. Блин, вот если это будет, я не знаю, русалка, это будет забавно, конечно. Здесь не похоже, что нечисть ютится. Нужно другие места осмотреть. Ты иди сама дайся. Белокожа тебе, блин, да? Я погляжу, что там с ларём соляным стало. Ты, парень, со мной пойдёшь, подсобишь. Уже темнеет. Поторопи там работников своих. Так, ладно, я пока схожу в амбар, в амбаре хранят соль после варки, потом из него грузят. А, там ещё дерьмо-то видели они, да? Ой, там что-то ещё новое появилось, какое-то задание. Угрюмым великанам вырастает амбар. Здесь хранят соль после выварки, а затем грузят её на барже. Внезапно во мраке при открытых ворот вы замечаете мохнатый силуэт. Вы оглядываетесь и видите, солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом. Надо чертить круг. Вы чертите круг как раз вовремя. Мрак является нечистой. Поехали. Нифига, это что, 49 хп? Нельзя использовать траву 47 кодов. А этот, ты действительно хочешь меня этим победить, чел, серьёзно? У этого 12 хп, ему ещё 2 урона и он отъедет. Так, сделаем. Так, сделаем. Ну, баф, конечно, на 4 всё будет, ну пофиг. Защиту нет смысла даже на себя накидывать. Всё, поехали. Капец. Ну, вообще, раскидал чисто на изи. Ну, накинь, накинь травы и снегу использовать целых 7 ходов. Ё-моё. 30 урона бьёшь, чел, серьёзно? 30 урона? Ты думаешь, этим можно меня победить? Ловишь на 4 урона, чел. Вечный, горячая кровь, крада, наносит равный урону статусу сглаз, x3. Вот, уберём. А, погоди, лунные братья за каждый эффект слова увеличивают на один, за каждое другое слово. Вот, всё там заговорят. Нифига себе, это и баф урона, ещё и баф защиты. Нифига. Нифига, давайте возьмём. А-а-а, леса и реки, не убивай меня, бесячка, прошу! Бесячка? Векшицы меня часто зовут, но чёртом впервые. Глаза-то разуй. Давно суседки колдунов за чертей не принимали. Так ты не тот бес, что в соленом ларе поселился? Ох, ну дела. Бес из лара? Чёрт говоришь, в ларе живёт? Видел его? Не видел, но мы тут все его чувствуем. О, сильный чёрт, видимо. Он с солью явился. Теперь людей жрать начал. Ух, ну дела. Ты на суседку похож. Что ты за дух такой? Я суседку и есть. Тут изба стояла, а хозяева забрать меня забыли. Потом в амбаре стал жить, когда его выстроили. А сейчас что творится? Ох, ну дела. Так, нападение. Почему на меня напал? Ты и заводских поубивал. Нет, нет, я мирный дух. Бес из ларя их уморил. Ну, даже банники скажут, что творится. Ох, ну дела. А, ну, обращаемся. Пора мне дальше идти. Полночь скоро. А с тобой что делать? Убить духа, оставить духа. Ну, он вроде нормальный парень. Давайте его оставим. Ты тут оставайся и дальше амбар охраняй. Демон кивает и растворяется во мраке. Так, соляной ларь и можем еще в бане зайти. Давайте в бане. Нужно больше информации собрать. Больше информации, больше опыта. Вы открываете дверь в заводскую баню. Внутри старого серого здания чувствуется присутствие нечистой силы. Вы делаете несколько шагов внутрь и вокруг вас появляются банники. Ну, давай напасть. Быстрым движением вы очерчиваете круг. Нифига себе угольки и уголечки. Угольки и уголечки. Кажется, вам жопа. Невозможно после такого выжить, чуваки. Ну, давай, там, клоу, побольше всего хабуты. Масухи выпали просто все, чуваки. Вам не повезло. Так, я во всем урон с глаз. Ну, хз. Хочу ли я с глаз всем противникам? Вот наносить равный урон с глаз, мне кажется, это хорошая штука. Поверженные банники исчезают под полком. Вряд ли они виноваты в пропаже заводских. Эти духи давят своих жертв. Так, о, берег Камы еще. Соливарный завод. Соливарный завод. Легче добавить на бережу. Понятно, поехали. Как всегда, тут локацию открываю. Я, в принципе, уже знаю, куда мне идти, что мне делать. Но берег Камы все равно сходим. Вы подходите к берегу реки, замечаете у кромки воды черный силуэт и, замерев, раздумываете, что делать дальше. Возможно, это и есть та самая нечисть, виновница пропаж Соливаров. Так, ну давайте окликнем и подойдем ближе. Ну, вроде на человека похож. Давайте просто ближе подойдем. Оказывается, вам повстречался припозднившийся рыбак из ближайшей деревни. Он замечает вас и откладывает удочку в сторону. Не боишься по ночам рыбачить? Говорят, тут нечистая сила водится. Не, не боюсь. У меня оберег есть сильный. С ним никакой нечистый не страшен. Я даже сам видал этого нечистого... Оберег? Что за оберег такой? А, от бабки одной достался. Вещь-то хорошая. Даже беса отпугнет. Давайте сыграем с ним в картишки на оберег. Правильно. Может, в дурачка на оберег? Да качу. Давай. Я картишки уважаю. Давай, рыбак. Пять румбасов вставлю на твой оберег. Черви. Ща его быстренько. Ой, карты привалили. У меня одного козыря. Думаю, все козыри у него, да? Бито. Козырь дайте. Берет. Крестей нет у него. Пики-то есть? Берет. Буби-то есть? У него все козыри, походу, чуваки. Я не знаю. А, девятки моей же побил. Шесть. Десять. А, десять-то козырная, лол. Так. Ну, десяткой ходим, чё. Козырку подкидывать не будем. Но у него козырки все. Он специально берет, чтобы просто козырками не делиться. Я не знаю. Но сто процентов такие есть. Да, смотри, сразу же валет козырный выдал. Нифига, гад. Так, дама-король. Да-да, козырки у него все, чуваки. Проверяйте. У него там пять или шесть козырей. Да, даму козырную дает. Напомню, бита. Не буду даже подкидывать. Пусть лучше у него не будет этой дамы. Девять бубей. Козырь не хочется отдавать, если честно. Там колода заканчивается, если чё, чуваки. Колода заканчивается. Возьмем пока. Десять крести. Король крести. Битовато, все. Так. Ну, девятки пойдем. Бубновой. Бери. Туз козырный чуть не отдал, случайно. Так, чем на него пойдем? Король. А, у меня два бубновых. А, это валет. Бубновый. Валет бубновый. Пошел. Туз бубновый. Ну, бита. Девять пики. Можем сделать дама. Десять. Дама. Десять. Отлично. Я выиграл тебя, чел. Король. Шесть. Бита. Ну, все. Давай сюда свой амулет. Вы забираете ваш выигрыш. Рыбацкий оберег. Стоять сразу с глаз. Кристианин только усмехается. Оказывается, что у него есть запасное копыто. Прикол. Ну, халяву. Так, хорошо. Давайте в соляной ларь пойдем уже, наверное. Или что, может, наверное... Не зря же нам дали эту штуку вот с глаза. Может, стоит надеть, чтобы нас не сглазили просто. Ну, а если что, загрузимся и оденем, правильно? Поехали. Все, соляной ларь. Полетели. Сейчас у него будет файт с каким-то боссом. Скорее всего, с этой черноволосой, белокожей. Я думаю, русалкой. Рабочие до сих пор не могут вскрыть соляной ларь. В глазах людей вы замечаете беспокойство. Пахом расхаживает из стороны в сторону и раздает команды. Кажется, он обеспокоен больше других. Ну, возможно, конечно, то, что ты не русалка. Может быть, у нас в России тоже, наверное, русалки были какие-то. Ну, может, что-то типа русалки. Может, что-то русское. Русский вариант русалок. Разрыв трава. О, трава была выросла. Да ладно. Класс. Рабочие что делают? Здесь... О, разрыв трава. Может, можно открыть. Окей. А вот еще, нет травы никого не появилось. Такому, еще разрыв травы. Я не специально ее заспавнили. Пахом, давай, Пахом. Вот тут возьмись. Давай. Раз, два. Кажется, знаю я, как дверь открыть. Да и что за нечисть вас донимает, я догадалась. Какая нечисть виновата в пропаже солеваров? А, русалка. Работники твои все про красавицу какую-то говорили. Один-то жениться хотел, пока его, видать, она не задавила. Похоже, в соляном ларе воденица-фараонка завелась. Воденица-фараонка и это русалка, вредносный дух утопленницы, в отличие от прочей нечисти, очень привлекательны, чем пользуются для заманива молодых парней на глубину. Так же чертовка воденица, шутовка и дэр. Ой, господи Иисусе. Сейчас скроем эту дверь, так я покажу этому нечистому силушку русскую. Погодите, я на дверь пошепчу. В сторону отойдите. Дайте векшице свое дело сделать. А, механик уже с нами, смотрите, только что нас засирал. Вы произносите слова заговора и прикладываете разрыв траву. Кажется, дверь в соляной ларь теперь открыта. О, реально русалка, смотрите. Е-м-а-ан. Е-м-а-ан. Ваши предположения оказались верны. В соляном ларе поселилась русалка. Быстрым движением вы чертите круг и раздумываете над дальнейшим шагом. Так, ну поговорим. Кто тут шумит? Еще луна же не взошла. Батюшки, сколько покойников. Покойники? Они только спят, голубушка. Ведь луна еще не взошла. Как же они могут спать, если я отсюда мертвичину чую? Ну, если ты настаиваешь, я могу разбудить моих друзей. Ммм, поговорить. Нет, подожди. Скажи сначала, ты зачем тут чертиха? Меня мой батюшка послал. Водяной. Думаю, чтобы я нашла новых друзей. С ними мы вместе будем вечно. Близко друг к дружке. Как елышка с веточками. Так ведь, ребята? Трупы только размеренно покачиваются в рассоле. Так, убийство. Зачем? За что? Почему ты убила всех этих рабочих? Убила? Они живые. Живые навечно. Рассол. Почему на заводе рассол исчезал? И почему снова появился? С Оливаром повезло, что у них есть такая добрая подруга, как я. Я дарю им жизнь, любовь и богатство. О чем еще можно мечтать? Чтобы их не топили в рассоле, например. Разве ты поймешь, что ты вообще за нечисть такая? Ну, что, русалка, по вещам, что у нас там? Фул дэмэдж билд? Ну, думаю, вряд ли она переживет мой супер дэмэдж. Я как раз хочу открыть водяную печать. Может, твоя душа сгодится? Ох, как же. А я собиралась и тебе предложить вечную жизнь. Ты очень милая. Кажется, мы сильно похожи. Вы достаете гребень, что нашли на берегу реки по дороге к заводу. Точно, похоже. И гребни-то у нас одинаковы. Где ты его взяла, Векша? Я вырву этот гребень из твоих мертвых рук. Терега. Призывай другую нечисть. 220 хп. Бафаемся. Пока сделаем так, это уже потом сделаем. Увеличиваем урон. Увеличиваем себе еще урон. Потому что кажется, противник будет сложным. Так, пока что не бафаем защиту. Подождем, когда она кого-то призовет. Надеюсь, масухи появятся у нас. Бам. Бам. 11. Бам. 17. Бам. 17. Призывай своих чертей. Как это грубо. Тревожить меня с моими друзьями-соливарами. Ничего. Недолго тревожиться будешь. Так, 28 урона меня бьет. Увеличивает порчу у человека. Легко. Но можем, в принципе, пропустить. И просто задамажить. Либо можем накидать на себя. Вот так. 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 Чтоб демиджа поднять. И, в принципе, 17 брони у меня будет. Прошка еще накинет 5. И травой можем. 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 Аберект на меня не действует. Увеличивает отлично в вашем заговоре. Надо вот в следующий раз заезжаем. Уже под сильным бафом. Думаю, разберемся. Ладно, поехали. О, ну все. Потом за один заговор ее сметем. Благословение 17, конечно. Я не думаю, что такое может начинуть. Ну, немножечко пропустим. Тебе урона. Ничего страшного. 6 хп и... Порчу получили, да? Разложение. Так. А она с атакуют. Ну все. Давай тогда пока тебе. Что? Складная. Раз. 21 урона. Складная. Два. 22 урона. Складная. Три. 66 урона. 109 урона. 24 я переживу урона, да? Поэтому давайте ее так завязаем. А что мы добавим туда? Всем противникам. Ну тогда отстой. Ну можем порчу добавить. Тогда урон поднимется, да? Вообще, либо мы добавляем порчу вот так вот, да? И это бусит всем урон понемногу. Либо мы порчу убираем. Добавляем вот это сюда. Ну добавляем так. Так. Попробуем убить за раз, если не получится. Ну переживем в любом случае. 27. 27. 23. 23. 24. Блин. Не добил за раз. Пропущу сейчас много урона. 6 хп. Разложение 5. Со мной не сладишь, Векша, проклятый. Так уж и не слажу. Я и не таким рога обламывал. Так, что делает? Призывает другую личность. Это накидывает защиту. Все, отлично. Мне нужно только захиляться. Травой обычной. Потому что сейчас меня разложение порчи надамажит. А я просто добиваю ее уже все. Все противникам, все противникам. Складная. И всем противникам, в всякий случай. Ну все, она тут вообще никак не переживает. Такой овердэмэдж. Порча почти меня убила, кстати. Ух. Было близко. Я чуть не погиб, чуваки. Все-таки атакующий билд немного несовершенен. Проклятая Векшица. Не достанешь меня своим черным колдовством. Меня батюшка мой защищает. А без меня ни соли здесь не будет. Ни вечной жизни. Русалка ныряет в рассол и исчезает. Утопленники падают без дыхания и, кажется, замирают навечно. Вокруг на мгновение воцаряется тишина. За спиной вы слышите звуки открывающейся двери. Кажется, Пахом нашел в себе смелость забраться в ларь, прихватив с собой икону. Да воскреснет Бог и расточатся в разе его. Все. Прогнала я русалку. Ох, слава Богу. Ну спасибо тебе, Василиса. Подожди радоваться. Она сбежала, но за собой увела ей всю соль. Седлай коней. Надо нам с дедом Егором посоветоваться. Ну что замерк? Давай живи, торопиться нужно. Сей момент. Да, интересно получилось. Ну что ж, дорогие друзья, на этом серия подходит к концу. Мы неплохо так разобрались, дошли до этого с оливарни. На с оливарни разобрались с русалкой. В следующей серии уже, видимо, отправимся за ней в погоню. Или что-то типа того. Вот. На этом мы уж с вами прощаемся. Увидимся в своем следующем видео. С вами был я, Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.